Все, все включили? Секундочку. Сейчас, секундочку. Да. Для того, ну, наша власть натарела на том, что они нас всегда пытаются разделить, столкнуть лбами и на этом, ну, проехать дальше в рай. На сегодня вы увидели то же самое, что произошло здесь. Нас всех ввели в заблуждение, нас накачали о том, что сейчас будет какой-то штурм. Информационно. Пацанов накачали о том, что здесь задерживают заложников. Ну, и много-много-много чего было. На самом деле мы воевали здесь, защищая нашу родину. Айдар, Айдар, Донбасс, Кривбас, мы все воевали. Поэтому мы всегда найдем общий язык и мы не будем устраивать цирк на камерах. У нас общая цель. Тем более ребята тоже поддерживают нашу инициативу. У нас есть, может быть, разногласия по процедурам, но общая цель у нас одна. Пожалуйста. Цель у нас одна, то есть как бы по поводу того, чтобы отпустили наших ребят, которые на сегодняшний день находятся на территории, для того, чтобы признали, что Россия является оккупантом, с оккупантами торговать нельзя однозначно. Чтобы сегодня сняли тех людей, которые выписывали дозвола на территорию с оккупированной территории и привели всю норму членного законодавства. То есть согласно законопроекту, который выложен сегодня в Верховной Раде, чтобы его приняли в полном объеме на запрет торговлю с оккупированной территорией. Анатолий Виногродский, бывший командир батальона Донбасс. Сейчас один из организаторов данной акции. Спасибо.